Всем привет! Мы сегодня поговорим о том, какая обувь нужна для верховой езды. Мое мнение, это однозначно должен быть сапог для верховой езды. Вот такой, например, как у меня. Жесткий, не мягкий сапог. Специальный. Их не зря делают, джуник стоять. Вот, никакие кроссовки, никакие заменители ботинок. Ничего для этого не подходит. Даже краги, например, вот как любят все декатлоновские мягкие краги, они не особо подходят под верховую езду. Если вы купили хороший крах, например, с кожей, кожаный верх, хороший, плотный, да, это подходящее. Но желательно все время рядом с лошадью и верхом находиться в сапоге. Это вам сбережет ваши ноги. Например, если на земле лошадь прыгнула вам на ногу, травма будет не настолько критична. Если вы верхом, у вас нога не провалится в стремя. Ну, естественно, можно засунуть, если при большом желании. Можно всегда засунуть. Но вы должны всегда научиться держать стремя четко, ровно. Либо быстро сбрасывать его с ноги. То есть не обязательно вам быстро учиться одевать стремя. Вот быстрый сброс стремя – это самое основное. Когда-то одна из частниц купила стремя с такими шипами на подошве. Я когда их одела, я поняла, что в критической ситуации я не успею сбросить стремя с лошади. Я ездила вот так буквально на носочки. И то, когда пытаешься сбросить стремя, оно не отцепляется отверг. И поверьте, сбрасывать стремя – это очень нужный навык для того, чтобы сберечь свое здоровье. В первую очередь профессиональные спортсмены в критической ситуации. Лошадь понесла или лошадь козлитый. Садник понимает, что он не может справиться с лошадью. Надо катапультироваться. Или будет такой инцидент. Сразу же сбрасываются стремя. И только потом всадник отстегивается от лошади. Или спрыгивает, или уже падает, или падают они вместе. Так у вас будет шанс еще откатиться от лошади. А если вы будете зацеплены за стремя, соответственно, и не дай бог, у вас стремя провалилось глубоко. При падении оно вот так заклинится. Оно вот так в ноге заклинится. Вы будете следом тащиться за лошадью. Лошадь перепуганная. Она будет бояться того, что находится у нее под ногами. Потому что вы будете находиться в мертвой зоне, где лошадь не видит. Она будет всячески пытаться от вас либо убежать, либо еще хуже отбиться от вас. Пока вы не отцепитесь. Это очень страшная тема. Тащиться за лошадью. Большинство конников именно этого и боятся. Не падений, не ударов. А именно попасть за клинец. Когда заклинит стремя и тащиться следом за лошадью. Поэтому будьте осторожны. Одевайте, не ленитесь. Одевайте сапоги. Многие ездят в кроссовках. Многие ездят в других сапогах, не предназначенных для верховой езды. Поэтому одеваем сапоги и ездим в сапогах. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok